Доброе утро. Вчера вечером мне Кира говорит, мама, разбуди меня, пожалуйста, пораньше. Любыми способами, какими только можно. Сейчас буду пробовать. Кирюха, Кирюха, просыпайся. Ты мне вчера сказала, что я тебя должна разбудить. И ты должна встать сразу же, как только я тебя начну будить. Видите, ничего не получается. Но она мне вчера разрешила сделать одну вещь. Она вчера мне разрешила сделать вот так вот. И поэтому я сейчас буду делать именно так. О, кстати. Сразу же надо запарить корм с собаками. И можно идти будить Киру. Кира. Ты сказала, что можно так делать. Умывайся, умывайся. Просыпайся, просыпайся. Твои слова вчера были? Угу. Угу. Ну как? Нормально? Сейчас. Еще? Еще? Подожди. Ну подожди, подожди. На. Все. И что, спать дальше? Ну все, Кир, я тебя ответственно будила. А теперь я ухожу дальше пить свое кофе. Если ты не встаешь, это лично твоя вина. Снег, буди ее. Да, да, буди. У нас сегодня на улице очень-очень свежо. Прекрасно. Да, смотрю, даже люди в кофточках ходят. Я еще с собаками не выходила гулять. Не знаю, что там. Но, наверное, да. Надо будет одевать что-то наверх. А у меня ничего нету. А вот этот вот мужчина, который сейчас идет с собакой, со своей, он вообще вредина большая. Он как-то на меня наехал из-за моих собак, из-за того, что они гуляют без поводка. Причем его собака тоже гуляет без поводка. И он сказал, что мои собаки агрессивные, что я неадекватная и так далее. А через день подошел ко мне такой, типа, это я вас обозвал. Я говорю, ну, наверное, я уже и не помню. Он извинился и все равно мне сказал, ну, твоя судьба. Как-то он так сказал мне, типа, что я заслужила такой судьбы, какой он мне ее желает. Зачем извиняться было, я так и не поняла. В общем, веселый мужчина. Ну, такие бывают люди в любом случае. Ладно. О, хотела кофе попить. А у меня-то кофе нету, поэтому делаю себе вторую чашку кофе. Сушу голову, иду с собаками гулять. И еще сегодня у меня куча планов. Вышла с собаками. У нас такие лужи, грязь. Су-су-су. Нет, я, конечно, рада, что дождик прошел, и на улице свежо и хорошо, но я не очень рада грязюке. А еще у меня одна большая проблема. Я потеряла кредитные карточки. Я потеряла вообще все карточки. Я не знаю, где они находятся. Мне сегодня нужно идти в банк. Это то, что я вам хотела сказать. И что вы думаете? И у меня нет ни одной карточки. А мне нужно в банк пойти поменять карточку, которая закончилась. И я начала искать и поняла, что я не могу найти вообще ни одной карточки. Ни расчетной, ни кредитной. Никакой нет. И я вообще не знаю, где они могут быть. Я перерыла уже полквартиры, где они могут быть. Но, наверное, они лежат там, где они не могут быть. Сегодня пойду в банк, буду решать этот вопрос. Не знаю, поменяют ли мне карточки без старых. Смогут ли мне это все сделать. Короче, Маша растеряешься. Что вам сказать? Ну, только я так могу. Больше никто. Только я. Пришел только что комментарий о том, как мы подсоединили наших крыс. Ну, про это были влоги, как мы их подсоединили. Это первое. А второе, на самом деле, у нас на это, по-моему, ушло дня 4. Сначала мы их познакомили на нейтральной территории. Потом я садила на пару минут их в общую клетку. Потом я посадила их в клетку, пересадила в клетку друг друга. То есть одного в другую, а другого в другую клетку. Вы поняли меня. И в итоге я психанула. Мне надоело вот эти вот пересаживания и всякие вещи. Я их посадила на ночь в одну клетку. Унесла на кухню. И Кире сказала, Кира, если на утро погрызутся, значит так и будет. Если не погрызутся, значит будут жить хорошо. В итоге они живут хорошо, и никто не погрызся, и у них всё отлично. Вот таким вот образом садила я. Ветеринар, который занимается крысами, он вообще Кире сказал, садите в одну клетку и не парьтесь. Поругаются, помирятся и будут жить долго и счастливо. Ну вот я сделала по его методу. Живут долго и счастливо. Как вы думаете, Кира моя спит ещё или уже проснулась? В общем, я бегу домой. Постараюсь ещё поискать немного карточки. Если нету, буду идти в банк без них и решать уже вопрос в банке. Ох, Маша, Маша. Ну что же сказать. Родилась я такой растеряшей. Пошли, пошли домой. Шанти! Шанти, иди ты потеряшка, ещё одна. Бегом, бегом, пошли домой. Давай, 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 давай. Что, давай проверим, что там, Кира? Снег, как всегда, ждёт. Сейчас я вам дам покушать, подождите. На голове, как всегда, дурдом от такой влажности. А, Кира всё спит. Кира, ну как тебя ещё будить? Я уже не знаю. Ты не серьёзный человек. Всё. Ты же сказала, вчера тебя разбудить, как можно сильнее и активнее. Я передумала. Ты передумала? Честно скажи, ты передумала? Мне главное, чтобы она это сказала, потому что я потом... У меня будет доказательство, что я её будила, и она сказала, не трогай меня, я буду спать. Кушать вам? Ты кушать хочешь, да? Всё, даю, даю кушать. One. Two. What do you want? Снег, что ты хочешь? А? У тебя всё есть, ты уже покушал. Так что не надо, не надо, не надо на меня смотреть своим вредным, диким взглядом. Я допиваю своё недопитое кофе и топаю в банк. Где же мои карточки? Не надо, ну, просто вот так вот взять, и все сразу, и все сразу пропали. Я по-любому их куда-то положила, но куда не помню. Поменяла я карточки, ребята, я поменяла все карточки, я пошла в банки, поменяла все, что у меня есть, потому что я просто не смогла найти ни одной, пришлось все заблокировать и все заново восстанавливать. Вот это называется Маша, вот это называется Маша, настоящая растираж, я ничего не сказать, но зато у меня карточки такие красивые теперь. Смотрите, какие классные, зелёненькая и синенькая, просто супер. Так, ладно, теперь нужно идти всё-таки домой и смотреть, что там мой дарлинг-ребёнок делает. Проснулся ли она? Проснулась ли она? Или до сих пор ещё спит? Ещё надо покушать, ещё надо кушать, приготовить. Короче, сегодня я делаю на самом деле миллион, и сегодня я думаю, думаю, наконец-то, что я дойду до шкафа. Надо. Пара-пара. А, ещё обещала же вам показать, что у Киры в планшете. Кира, всё, вставай. Нет-нет-нет, серьёзно, всё, вставай, подъём. Потому что время, Кир, 12 часов, начало первого. Я понимаю всё, но ты мне сказала, тебя разбудить любыми способами. Любые способы уже прошли, а ты всё, не встаёшь и не встаёшь. Подъём. Давай, давай, давай. Я уже в банк успела сходить, я уже карточки успела поменять, я уже всё успела сделать. А ты спишь, 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 спишь. Сколько времени? 12 часов. 12.09 уже. Так что давай, подъём. Подъём. Я пошла готовить завтрак. Ага. Ага. Завтрак, Кира сказала, будет кушать только такой. Поэтому кушаем завтрак такой. А кто там? Терковая трубка. А, всё, я жду, пока ты выйдешь на улицу. А Кира, видите, ещё мокрая. Крувет! Ну, что ты, Кир, я ж тут хожу не в очень положенном виде. Жду, пока Кира пойдёт на улицу, чтобы я могла подобраться к шкафу. А Кира всё на улицу никак не подберётся, потому что очень долго, в общем, она собирается. Кир, ты не доела. Это не ребёнок, это катастрофа. Но обязательно она должна что-то оставить. Или один блин, или один бутерброд, или пол огурца. Да есть до конца. Не, не суждено? Не, не суждено. В общем, жду, пока Кирюха уйдёт, чтобы я могла поубирать шкафу, потому что я сегодня решила всё-таки там навести серьёзный порядок. А, пока Кира там сыграется, я вам сейчас покажу, что в планшете у Киров. Каждый раз задают этот вопрос. Я знаю, что там ничего интересного, но я вам показываю. Планшет. Что у неё тут? Майнкрафт, Роблокс, Покет. Это программа рисовалка, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, это программа рисовалка. Линдвойс. Это, я не знаю, что это такое у неё за программа. Наверное, какой-то голосовой помощник. Чё-то тут живой голос. Ага, да, голос менять. Потом Стандофф 2 игрушка. Пинтерест, Эмон Касс, Алиэкспресс, Magic Tiles 3. Это игрушка на пианино типа играть. Хаус Эддон. Тоже не знаю, что это такое какая-то игрушка. И Мастер Крафт. Это то, что у неё здесь. Здесь все встроенные и какие-то повторяющиеся программы. Фотографии, часы, заметки, App Store, книги, настройки, диктофон, Иви, Classroom, Zoom, Telegram, Chrome, Viber, YouTube, камера, калькулятор, переводчик. Здесь всё творческая студия, какие-то встроенные программы, которыми даже не пользуются. Потому что, видите, они типа не загружены. Всё. Вот это всё, что у Киры в планшете. Всё. Больше ничего нет. То же самое у Киры в телефоне. Вот точно то же самое у Киры в телефоне. Потому что планшет подвязывается под телефон. И единственное, что у меня в телефоне немножко всё не так. Потому что у меня там вообще всё разбросано. Что я иногда даже в своих программах ничего не могу найти. Но в этом телефоне у меня... Сейчас покажу, что в этом телефоне. В этом телефоне у меня вот такое вот. Что тут у меня? Локатор, файлы, FaceTime, календарь, карты. Короче, все встроенные программы. YouTube, Instagram, Яндекс. Google, Яндекс даже не знаю, почему здесь я им не пользуюсь. Я не могу им пользоваться, так как VPN у меня нет. Viber, диктофон, Шарам, Алиэкспресс. Программа монтажа. Вот моя программа монтажа, на которой я монтирую. TikTok. Программа двойная камера. Творческая студия YouTube. И всё. Как я монтирую? У меня вот такая вот программа. Она у меня купленная. Заходим, например, в неё. Разрешить. Внимание, не удалось открыть последний ролик. Окей, он нам не нужен. И добавляем видео какое-нибудь. А тут, наверное, у меня в телефоне ничего нет. Видосиков никаких нет. Ну, попробуем фотографии. Ну, вот, например, я тут возьму там парочку, да. Просто фотки вставлю. Вот. Для YouTube. Создать. Заполнить кадр. Всё. Поехали. Чё? Пожалуйста, не сворачивайте предложение. Не блокируйте устройство, чтобы не потерять. Вот. Тут просто у меня программа не платная, поэтому здесь у меня есть водяной знак. На другом телефоне у меня эта программа платная. И вот таким вот образом мы тут что-то говорим, говорим, говорим. Стоп. Обрезать. Например, тут вот так вот мне нужно обрезать. Я это всё удаляю. Можно вставить переходы любые. Всё. И убрали. И вот таким вот образом монтируется, монтируется. Здесь можно увеличивать звук. Здесь можно делать реверс. Вставлять какие-то заголовки, писать текст. Размер менять. Поворачивать. Что тут? Наложение какого-то кадра на кадр можно делать. Фон можно менять. Фильтр можно менять. Увеличивать движение, скорость увеличивать. Ну, то есть, как, в принципе, во всех программах. Вот моя программа монтажа. Как бы ничего сложного дальше сохранить и т.д. и т.п. Только эта программа у меня просто не куплена, поэтому здесь половина функционала нет. Ну, как бы здесь он мне и не нужен. Я её чисто скачала для того, чтобы вам показать. Всё вот это то, что у нас есть в телефонах. Поэтому иногда я не понимаю вот таких вот видео долгих о том, что у меня в телефоне. Ничего там у меня в телефоне нет. Вот вообще реально ничего. Ничего интересного. Всё как у всех. Самые главные программы, которые нужны. Банки, монтаж и всё. И всё. И галерея. Тик-ток, ютуб. И готово. Кирюха, ну ты меня освободишь наконец-то, этот коридор? Я хочу заняться уборкой. Она всё села, села и не уходит отсюда. Ну, не ребёнок, а не ребёнок. Вот так вот делаем. Уходи гулять. И не возвращайся. Кто-то сказала? Сейчас реально уйду и не уйду. И где ты ночевать будешь, любимая моя? О, у меня же кота началась. Она будет ночевать на улице, да? Надолго ты там останешься на улице? На всю жизнь? Нет, на детьми. Ну ладно. В общем, когда захочешь, вернёшься. Мама. Да. Короче, я хочу рассказать историю, как мама меня выграла из дома. Раньше, как хотел перешить. Раньше? Как? Короче, я не захотела есть пиццу. Вот. Взяла меня вот так вот, дорога. Вот так вот. Короче, взяла, выкинула мои кроссовки. Вот так вот. Взяла. Всё, выходи. Кроссовки выбросила. Короче, когда она меня выпихивала за спину, вот этот кошачий домик стоял тут. Я с него забрала кофту, потому что было прохладно. Я такая, пока. Вот так вот меня выглядит с дома. Как меня любят. Скажите, да? Меня вообще не любят. Любимая, куда ты? Ты всё сказала? Нет. Всё. Так ты куда? Всё, ты уходишь? Подожди, нет. Заяча, ключи возьми, пожалуйста, с собой. Пока-пока. Всё. Теперь я могу ответственно перейти в шкаф. Ну что, поехали. Ну, мне тут на самом деле убирать нужно только вот в этих вот, во всех отделениях. Если вы видите, то тут просто настоящий дутон, поэтому мы здесь вот так вот всё высовываем, выкидываем и смотрим, что к чему, что нам нужно, что не нужно и так далее. Господи, 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 тут настоящий капец творится. Ну да ладно. Тут уже, наверное, все, что знают, что к чему и зачем, но мы повторно повторим. Можно одеть уши, чтобы меня совсем не было слышно или чтобы я себя совсем не слышала. И начать с гардероба. Так, уши берём, выкладываем сюда. В общем, это Кирена. Это всё Кирена. И тут на самом деле чёрте что. Маечка, которую она искала. Да. Ещё одна футболочка, которую она уже, наверное, забыла, что она у неё есть. Надо, в общем, эти все вещи как-то ей так сложить, чтобы она понимала, что у неё есть вещи. У неё нет такого, что вещей нет. Итак, это в стирку. Ещё один топик, который она не носит. Но выбрасывать я его не буду. Сегодня просто буду смотреть, какие вещи нужны, какие не нужны. Вот такой вот топик. Обалденный. Мы, кстати, смотрели как-то фильм. Кира смотрела. И вот эта вот кофта, ну, не такая же, а именно с таким же логотипом, была у девочки в кино. Так. Маленькие кофточки, маленькие кофточки. Куда же эти маленькие кофточки? Так. И это у нас футболка. Футболка уже, уже не нужная. Выбрасываем её. Вот ещё одна. Есть кофточка тоже по типу топика, которую мы с Кирой красили самостоятельно до места. Самая прикольная, да, получилась? Вообще она была чисто синего цвета. Мы её покрасили до места, самая стала вот такая вот. И вы знаете, я сейчас на неё смотрю и понимаю, что как будто она такая и была. Я её уже не вижу в другом цвете. Дальше, какая-то моя футболка. Так, лучше, да? Да. Так, что это? Что это за футболка? Это вообще футболка моя. Я сейчас тоже буду их всех смотреть, потому что у меня некоторые футболки уже попорчены. Это моя футболочка с Снупией. Так, когда-то в прошлом году накупила себе кучу футболок, а в этом году не ношу. Это Кирина матрёска. Тоже летняя футболка хорошая. Матроскин, матроскин. It's black. Просто чёрная футболка. Я, наверное, все блэки уберу. Так, вот это вот тоже Кирушкина. Когда она её в последний раз носила? Надо просто половину вещей попыкидывать, чтобы Кира знала, что у неё есть в гардеробе. Реально, что у неё есть в гардеробе, потому что она уверенно не знает. И такая же, как матроска, у неё розовенькая есть. Так. Это у нас, по-моему, футболка TikTok, если я не ошибаюсь. Да, это футболка TikTok. Но носить её уже на улицу не актуально. Она уже такая подёртенькая. Поэтому я её оставляю, как для пижамы. Меня как-то один раз в комментариях спросили, а почему Кира так часто меняет футболки, когда спит? Ну, ребята, потому что они пачкаются и как бы так они меняются. Так, это тоже Кира на футболках типо-типо тай-дай. Тоже, когда она её последний раз одевала, она не помнит, потому что она не знает, что у неё такое есть в отделении. Так. Есть ещё вот эта футболка. Её уже можно тоже утилизировать и выбросить, потому что она уже короткая. И спать мне тоже не очень удобно, так как она очень плотного материала. Такая прям плотная-плотная. Потому что тут уже такая... Тоже я её выбрасываю, утилизирую. Так. А это что? О, эта футболка вообще точно на выброс, так как этой футболке уже тоже миллион лет в обед. Тоже я её... Нет, я её, наверное, для сна оставлю. Она вроде бы неплохая, чисто для сна. Всё. Значит, сон, сон, сон. Сон, сон, сон. На футболке все туда. А вот что за это за чёрненькая? Вообще не могу понять, не могу вспомнить. Сейчас ещё всё повыворачиваю, чтобы сразу понимали, что к чему и зачем. А, это просто такая чёрная футболка. И Кира тоже её очень редко одевает. Ну, пусть пока ещё будет. Как-то я видела, что она её одевала, поэтому пусть будет. Так, есть. Поехали дальше. Что тут у нас? Кирина платье. Тоже на его... Ну, на его чисто в школу носила. Поэтому пусть лежит. Сейчас будем сразу же знать, что нам в школу можно одевать, что нельзя. А вот такая чёрная тоже её как-то иногда Кира одевает. Не знаю, надо подумать по поводу неё, будет ли её Кира когда-нибудь ещё носить. Но я её оставлю, но всякий пожарный случай пусть будет. Вот тоже я её типа для школы оставлю. Сарафанчик. Тоже Кира его чисто в школу одевала. Когда-то это был моим сарафаном. Но стал Кирин, потому что он почему-то сел очень сильно и стал совсем малюсеньким. Поэтому я его оставила для Кирюхи. Она его тоже там пару раз и делала. Так, что это у нас? Это у нас тоже футболочка такая лёгенькая. Ну и Кира то, что, по-моему, эту футболку только в школу одевала. Поэтому оставляем. Как-то так большие футболки, маленькие футболки разложить. Кофточка такая же, рубчик, только с длинным рукавом. Мы пока её прячем в школьный вариант одежды. И это у нас моя футболка с пижамой. С моей любимой пижамой. По-моему, я где-то там уже и находила штаны. Пока туда. Топик. Ну, Топик Кира одевает. Я не спорю. Этот Топик Кира одевает частенько. Поэтому Топик мы оставляем. Личклаб. Личклаб, Личклаб. Рубашка. Так, ну, рубашку надо будет повесить куда-то вот сюда. Пусть висит. Иногда Кира эту рубашку одевает. Она, конечно, больше, чем Кира сама. Но она ей очень нравится. Ничего не имеет против. Нравится, пусть носит. Так, готово. Так, это моё домашнее платье. Оно у меня домашнее. Почему? Потому что оно здесь даже покрашено краской для волос и тоником. И я его одеваю именно в тот момент, когда я крашусь. Потому что это платье, оно мне нужно и важно, чтобы не портить другие вещи. Так, ещё один Кирин Топик. Серый. Вот. Мой самый любимый, наверное. Он самый прикольный. Тоже его оставляем. Так, Топики, Топики, Топики. Футболки, Футболки, Футболки. Это платье, которое Кира одевает только тогда, когда снимает видео какие-то. Так просто она это платье не носит, потому что считает, что оно слишком узкое. Но видео в нём снимает. Вот такое вот длинное платье. Если я такое платье одену, то оно меня сдавит ещё больше, и я буду вообще тросточком. Кладём. Дальше. Тоже маечка чёрненькая. Оставляем. Маечку оставляем. Следующая. Это моя кофта. Знаете её? В стерку её бросаем. Футболка чёрная. Тоже Кира. Когда-то Кира раньше чисто по чёрным футболкам была. Но это её уже пижамная футболка. Она её уже чисто спать одевает. Как она её не носит? Так, три пижамные футболки уже есть. Мои штаны пижамные. Тоже кладут в стерку. Так, а дальше вот тут вот пошла футболка. Тоже пижамная, потому что её никто уже не носит. Короче, пижамных вещей очень много. Ну, чисто да, чисто для дома. Я не выбрасываю некоторые футболки, которые вот чисто для пижамы, потому что вы знаете, что Кира у меня очень часто меняет вещи для сна. А это моя футболка тоже пижамная. Уже пижамная. Раньше было нормально, а уже пижамная. Скажите, кто так тоже делает вот так вот вещи? Пижамные и обычные. Пижамные и обычные. Так, а это Кирин белый. Белая кофточка тоже такая же, как розовая и как морячка. Так, сюда. Следующая футболка. Это Кира на футболку, которую она носит. Вот такая вот. Боже, и все футболки у неё знаете какие? С дырочкой. Обязательно с одной дырочкой. А почему? Потому что ей Март везде попрогрызывал дырочки. Так, это... Это вообще наша общая с Кирюхой. И Кира её носит, и я её ношу. Там укладу я её. Кири в отделение. У меня там, видите, сколько уже футболок. Целая куча. Так, а это у меня моя футболка Круэлла. Девайл. Но я её уже выбрасываю, утилизирую. Потому что она вся в каких-то пятнах. И она не отстирывается. Уходит. Уходит, уходит, уходит. Так, что это у нас? Это у нас иголочка Кирюхина. Вот такая вот. Красивенькая. Но мне кажется, её нужно постирать. Что здесь? Чёрная. Блэк. Что за блэк? Полароид. Давно не одевала она этот полароид. Но он уже, конечно, посытался весь. Оставлю я его для сна. Так, мне кажется, для сна нам уже футболок достаточно. И ещё есть вот такая вот, жёлтая. Тоже это футболка для сна. Сейчас её посмотрим. Да, это тоже Кирина для сна футболка. Всё. Видите, для сна футболок много. А для того, чтобы носить мало. Так, пижамные штаны. Мы их прячем уже в пижаму. И, по-моему, вот эта футболка для танцев. Да, это танцевальная. Но мы её пока оставляем ещё. Там потом уже закажем Кирином в обновом сезоне. Потому что здесь, во-первых, ник уже Кирин, того инстаграма, которого уже нету. Поэтому нужно уже что-то новенькое. Таким вот образом. Следующая рубашка. Рубашка одна. Так. Двешаем. И рубашка ещё вторая. Ну, вот по поводу этой рубашки, мне кажется, она уже маленькая. Ну, ладно. Я её оставлю. Если что, я эту рубашку кому-то отдам. Потому что она новая. Кира её одела буквально два раза. Вот именно вот эту вот рубашку. Ну, наверное, точно раза два одела. И всё. Больше она не носила. Следующая. Это моя футболочка. Я её одеваю под зелёную юбку. Вот. Всё. Видите, сколько? У меня даже футболок дофига и больше. Шортики. Шортики, шортики. Вот сюда положим. И дальше ещё пошли футболки. Так. Эту я уже выбрасываю. Эту я тоже уже выбрасываю. Не нужно. Ну, надо просто освобождать немного места. Даже не буду смотреть, что это. И эта футболочка ещё новенькая и хорошая. Она почти неношенная. Когда-то у Киры был период, когда она покупала только чёрные вещи. Только чёрные. Вот так вот и остались чёрные футболки, которые неношенные. И вот такая вот кофта везлиным рукавом. Так. Всё. Так. Готово. Здесь всё готово. Малочка. Была малочка. Переходим в следующий. Вниз. А, ну тут, не знаю, я ничего трогать не буду. Здесь все худи, и они даже не тронуты, поэтому их я трогать не буду. Дальше джинсы Кирыны. One jeans. Это шорты. Что тут такое у меня? Чужёное. Ничего вроде бы нет. Так. Это шортики. Шортики. Супер к шортикам я пока положу. Дальше штаны. Ещё одни. Есть. Дальше штаны чёрные. Такие же, как салатовые. И ещё одни такие же чёрные, как салатовые. Это всё школьные штаны. Что у нас там? Очень высоко вы стоите. Давайте я восьминутку опущу, потому что я сижу, и вам не видно. Так. Дальше. Что тут у нас ещё? Вот эти вот штаны очень прикольные. Я их обожаю. Но они уже, скорее всего, на Киру короткие. Она придёт, я потом уточню у неё, что с ними делать. Но пока я их, конечно, уже оставлю. И вот такие вот штанишки. Тоже, как брючки. Ну, это, скорее всего, Кира. Она их носит. Ну, скорее всего, тоже, как бы, будет в школу носить. Что у нас дальше есть? Кофта, которую Кира когда-то купила самостоятельно за свои деньги. Боже, кофта стоила сумасшедших реальных денег. Но я, когда она покупала, я её предупреждала. Кира, ты будешь её носить очень редко. Потому что в ней холодно и жарко. Она вот, типа, как из такой непонятной ткани. Непродуваемая. Но и прозрачная. Ну, она прикольная. Но, как говорится, Кира её носит очень-очень редко. Вот тут у нас ещё эта тёплая кофта. Это просто я достала, чтобы как-то поправить. Вот сюда всё тёплые кофты. Дальше тут есть ещё такие, как серые штаны. Ну, такие, как бежевые штаны. Вот такие вот холочи зелёные. И спортивные тай-дай. Ещё есть спортивные чёрные. Мне почему-то кажется, что эти штаны Кира уже носить не будут. Ну, посмотрим. И так же у меня есть две пары джинс-ускочей. Сейчас их не носим, потому что в них сейчас очень-очень жарко. Так, а это у нас кофта с выступления. Мы её тоже оставляем, потому что, возможно, возможно, костюм ещё понадобится. Поэтому и кофточка остаётся. Не знаю, зачем я жарю, но пусть будет. Это сюда. Это сюда. И штаны. Раз. И штаны. Два. Супер. И поясок. Так, наверное, вот эти шорты я сюда положу. Раз. Шорты. И два шорты. Всё. Всё. Вот так вот получилось. Всё. Здесь у нас выкинуть, выкинуть, стирка, выкинуть. Стирка, стирка, выкинуть, стирка, выкинуть, стирка. Это в мусорку. Прям вот так вот всё идёт. Ба-ба-бах. А это в стирку всё идёт. Отлично, готово, превосходно, замечательно, великолепно. Я довольна. Что буду делать дальше, я не знаю. Короче, пока я не знаю, что буду делать дальше. Если что, ребята, то мы сегодня с вами ещё встретимся. А, может быть, если Кира сегодня придёт и даст мне свой телефон, то я покажу, что у меня в телефоне. То есть, что мне надо на что-то снять. А я не могу показать, что у меня в телефоне, если я его не смогу снять. Правильно? Так что до встречи. И пока. Пока.